В Белорусско-Российском университете зафиксовано резкое перевышение у зроню концентрации науковой думки. И наступные три дни прогнозуются уздым до максимальной отзнаки. Сегодня тут дали старт Могилевскому фестивалю науки. Безмежный, так одним словом, можно охарактеризовать великий фестиваль. По колькости выноходок, распроцовок, гостей и удельников. Самому маленькому, за яких у сего только 6 годов. Мы проводим этот фестиваль науки для того, чтобы он способствовал привлечению молодежи к знанию, к учебе, к занятию науки. Чтобы мы помогли этот фестиваль отобрать талантливых ребят, которые бы поступали к нам в магистратуру, высшее учебное заведение. Он поднимает престиж работников образования и высшей школы, то есть ученых. Я думаю, будет очень интересно посетить его. Шкаляры, студенты, аспиранты, выкладчики. Новоколцы разного взрослого и узроню. Але в каждом ее, что представить на выставу, якая открыла великий фестиваль. Молодшая группа новоколцев – вихованцы Центра техничної творчості. На мероприемство пришли докладные не уцацки гулять. Богатые машинки для роботов, сделанные своими руками. И у каждого с Хавани – секрет. Сортировщик цветов. Он понимает, какой цвет ему показывают, и понимает, куда ему надо ложить. Обычно такой сортировщик можно встретить в магазине. Пешик року на авуку верогодно колись робил и лицеист Алексей Михайлюк. А сёня хлопец ведая, як оживить пирогареллой лямпочки. И марать разгадать усе этой амницы вынаходок Николы Тесла. Я лишь повторил изобретение Николы Тесла, очень знаменитого учёного. Из катушки Тесла получается очень красивый камин. И также вы видите, что в поле катушки загораются даже перегоревшие лампы. Также мы работаем над увеличением дальности действия этого поля. И может быть осуществится мечта человечества передачи электроэнергии на огромные расстояния. Дороча, что не пляцука, то новое открытие. Колькость на ветвольнику свечи, цикавность до фестиваля сярод молодей и дорослых навуковцев довольно великая. Распросуки студентов, аспирантов и выкладчиков уже с прицелом на укоронение в творчестве. С подличным корыстным эффектом и максимальной выгодой. Нарешті с упевненностю. Навука може приносить гроши. Сущность данного процесса заключается в том, что мы изделим, в данном случае режущий инструмент, с вашего позволения. Ну вот, режущий инструмент помещаем в нашу установку, откачиваем воздух, включаем цепь электропитания, создается тлеющий разряд. И за счет потока ионов мы упрочняем поверхностный слой любого режущего инструмента. Кроме режущего инструмента, это может быть в автомобилестроении, например, поршневые группы, в медицинском, например, те же самые борфрезы для стоматологии. Обработка позволяет повысить срок службы изделия в среднем на 50, от 50 процентов до 2,5, иногда до 3 раз. Наступным годом на фестиваль планують запросить и процедунику могилевских предприемств. Но и без запрошения завитать можно уже завтра, от 14-й години, когда выстава снова открыться для наведывальников. Межыншим у межах фестивалю пройдет третья открытая олимпиада по математике. Удельниками, якой сегодня стали процедуники семи края света. А еще конкурсы науковых работ и выноходок шкаляров и шерах на итаковейших лекций. Фестиваль разобьет все мифы и выполнить. Наука с умной не бывает.